Мы расскажем вам несколько секретов, которые помогут вам получить хороший результат. Итак, вот скажи мне, пожалуйста, представим, что мы у тебя на участке, и ты высадила в грунт помидоры и в парник свой. Как ты открываешь парник? Похож очень на мой парник, немножко другая конструкция, но смысл в том же. Камни там, да. Слушай, ну как? Вот как ты его открываешь? Я сама кирпичистая, если не таскать, у меня их много, у меня вряд ли сразу несколько выстроили. Хорошо, давай я побуду твоим супругом кирпичи. Вот мы каждый год покупаем пленку, которую стараемся натянуть. Реечки, штапики, гвоздики, тяжелые кирпичи. И постоянно вот эту пленочку мы убираем, она цепляется за наш кожух, который, обратите внимание, он шатается, неустойчивый. Вот уже, уже сломался, сломался, обратите внимание, вот это вот мы постоянно ремонтируем, тратим время, деньги, силы. Ну не все так плохо, Жень, в принципе, вот добрались, и можно поливать нашу грядочку. Что ты предлагаешь? Конечно, потеряла полчаса, открыла парник, пять минут поливать. Жене, так все живут, не надо. А я предлагаю жить намного лучше. Это парник, парник удачный урожай. Слушай, обрати внимание, вот этот белый, невесомый парник, он решит все твои проблемы. Легкий? Легкий, друзья, парник удачный урожай, 899 рублей. Слушай, легкий, мне нравится, что я могу без мужчины, наконец-таки, справиться. Правильно, и конструкция легкая и простая, справится даже ребенок. Обратите внимание, дорогие зрители, Оля, обрати внимание, какие здесь трубы. Это пропиленовые, не гниющие трубы, не надо каждый год обновлять свой парник. Обрати внимание, они гнутся очень гибкие и в то же время твердые, которые очень-очень легко входят в грунт и не гниют. Самое главное, что ты поставила и забыла про них, они не испортятся. И обрати внимание, вот кончик, кончик трубы заострен, он достаточно острый, чтобы легко втыкаться. И эти дуги, они держат каркас, укрывной материал. А в чем уникальность этого укрывного? Да, слушай, Зурова, мне очень понравилось, что здесь вот так вот прям впиваются, да, и ничего подкапывать не нужно. Не надо. А то иногда, знаешь, мы вот так вот прокопаем дырочку, тут достаем, потом закопаем. Итак, друзья, мы уже уяснили, что здесь у нас изумительная конструкция, с которой справимся и мы с вами. Жень, я все-таки не очень понимаю, чем лучше вот этот парник, моего парника, ну, более устойчивая конструкция. Да, и у нас вроде ничего, правда? Потому что здесь используется уникальный материал спонбон и негниющие материалы. Старую теплицу, парник, надо поправлять. А наш удачный урожай ставится за 5 минут, устанавливается, и внутри него сохраняется нужный микроклимат для растений. Не выжигает солнцем, не выпускает влагу оттуда и дышит. И поэтому растения получают все, что надо. Слушай, ну вот единственное, я хочу понять, чем вот эта ткань лучше, чем кленка. Клеенка или пленка, как она называется? Пленка. Просто пленка, она более надежная, понимаешь, на вид. А на этот вот материал он такой мягенький. Мне кажется, вообще одноразовенький. Оля, я не буду рассказывать, я просто покажу. Обрати внимание, пленка, пленка, она... Она тянется, непрактично тянется, под ультрафиолетом становится, правильно, ломается. А самое главное, она не пропускает... Воздух не пропускает. Ага, понятно. Воду не пропускает. И это все плохо сказывается на наших растениях. Она прозрачная, солнце выжигает. Ну и самое главное, она ненадежная, ненадежная. Вот так в прямом эфире мы все проверяем для вас. А теперь посмотрим на наш парник удачный урожай. Это спанбон. Спанбон – это полиэтиленовый материал, в котором используются мембранные технологии. То есть весь материал покрыт маленькими-маленькими-маленькими отверстиями, через которые проходит влага, проходит воздух. И это все благотворительно сказывается на наших растениях. Там сохраняется микроклимат, при котором растения хорошо приживаются, хорошо растут. Кстати, у нас для вас сразу несколько размеров. 4, 6 и 8 метров. Цена от 899 рублей. Так, я поняла, что этот материал отличается от пленки, да? Давай вот сейчас вот откроем и посмотрим, насколько здесь будет проще сделать полив, а? Абсолютно верно. Не надо использовать кирпичей. Надо просто нагнуться, взять укрывной материал и потянуть наверх. И абсолютно просто, легко он открывается. И ты можешь открыть полностью, можешь открыть половину, а можешь с двух сторон. И обрати внимание, как удобно поливать. Слушай, гораздо удобнее, конечно, чем пленочку, да? Когда пленка, правда, рвется, мы каждый год ее меняем. Слушай, вот полив действительно обеспечивается легкий, но меня все-таки интересует вот этот материал. Смотри, я полила грядку, правильно? Да. Скажи, вот могу ли я уехать на неделю и не просить своих соседей, чтобы они заходили ко мне на участок и поливали мои росточки? Росточки. Давай закроем наш парник. Олень, я уже говорил про уникальный материал в панбон. Здесь все очень... Покрытие парника защищает растения от прямых солнечных лучей. Не надо открывать, закрывать. Угу. Так. Этот материал пропускает влагу. Так. То есть тебе не надо каждый день приезжать и поливать, потому что если идет дождик, он пропускает влагу. А если дождя нет? А влага изнутри наружу не проходит, она сохраняется внутри. Ты полила и на неделю можешь забыть, потому что влага остается внутри. Она не испаряется. Этому способствует неиспарению вот этот панбон, материал агроукрывной. Угу. Он выдерживает тепло. Тепло до минус 5 градусов. Ух ты. Слушай, ты знаешь, что на телеканале Шопеншоу мы привыкли все проверять, правильно? Уважаемые телезрители, давайте сейчас проведем такой эксперимент. Я взяла салфеточку, она абсолютно чистая, она абсолютно сухая. Давайте сейчас поместим мою руку вот сюда под парник и сделаем дождик, как мы это любим делать на телеканале. Дорогие друзья, а я буду выполнять роль дождика. У меня разбрызгиватель, и я начинаю лить тучка, 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 я вовсе не медведь, да? Я тучка, 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 я вовсе не медведь. Так, слушай, ну я хочу тебе сказать, эксперимент, может, многие подумают, проваливается, потому что у нас абсолютно вся вода стекает сейчас с нашего укровного материала. Неправда, излишки воды стекают, а значит, когда ливень не размоет корни, только нужное количество проникает вовнутрь. А вся излишняя вода, обрати внимание, она остается сверху и очень легко скатывается в бок. Слушайте, ну нужного количества здесь очень много, посмотрите. Обратите внимание, как хорошо промочила наш парник, а значит, влага попала и сохранилась. И растениям это только на пользу, значит, они будут хорошо расти, вырастать, и будет хороший урожай. Парник хорошего урожая очень замечательно способствует выращиванию всех помидор, огурцов. Ты знаешь, меня еще интересует один вопрос. Мы когда в мае с мамой посадили, года три что ли назад, я уже не помню, может, четыре, когда было холодно, помнишь, прям очень холодно, даже заморозки были в мае месяце. Высадили, и в итоге все пропало, и получилось, что у нас выжил только один кабачок. Вот скажи, пожалуйста, проникает воздух, ты говоришь, проникает вода, а тепло, нам же оно тоже нужно в мае месяце? Оно сохраняется под этим укрывным материалом. Обрати внимание, что старый парник надо всегда открывать, закрывать, чтобы проветривать. Если ты не закрыла его, а наступили заморозки, то все, растения пропали, парник вымораживается. Здесь такого нету, ты просто держишь закрытым, и всегда сохраняется нужная температура. Не надо открывать и закрывать постоянно.